блять мы в таком зале с тренажерами блять ну блять гантели пойдем тянуть знаешь я пробовал очень долго так делать и понял что это залупа приклеили походу я ему сказал что пора уже заканчивать бухать ему не мне по этой причине оксану лучше под язык кидать вопрос по курсу снят мы ответили что-то он так усирался как будто тяжело было у него тестостерон походу рабочий наконец-то доливать начали ребята банку быца получает тот самый гадкий комментарий про романа а давайте рому напряжем делать научную работу по эссеншелами на 10 отец даже с палками пиздить будешь они блять не способны были ни на что это максимально развлекательный научно-познавательный от руслана и контент по бизнесу про бренд про качалочку немного про все про все не волю я вообще мы наверное пойдем на ебучие подтягивание пойдем на потянетим для разминочки все равно я повесим разомню чуть-чуть тут hammer тогда вот этот красивый нарядный и потом пойдем по по накатанной на тяжелой гантели наклоне потянем в таком зале с тренажерами блять и блять гантели пойдем тянуть гантели я могу в любом зале потянуть давай поделаем то чего мы а ты снимаешь дата я постоянно тяну гантели ебучие эти штанги блять ебучие потому что на зале ничего нету я приезжаю спорт life с тобой разбить кузина сколько лет и опять гантель эту ебучий я хотел сегодня сделать тяжелую тренировку да молодец челом и разомнёмся мне нравится гражданин тренажер не очень такая амплитуда большая получаются днем клево разминаться скажут опять я ебучий я не нытик ребят просто я тренируюсь в основном ну со свободными весами там гантели тяну и так далее а мы приехали в спорт плаев где можно нормально на тренажерчик на хаммерах покачаться мне хочется что-нибудь на тренажерах поделать а он опять эту гантель ебучим от собирается простите за мой французский но я спорить не буду хочет гантель пойдем тянуть гантель он тренер ему виднее но я бы потянул в хаммерах он прикольно слушай я блять как первобытный какой-то а ну интересненькие движения наконец-то что-то такое необычное по биомеханике ну что я уже ну как месяц наверное три у меня одни и те же упражнения они меняются может быть местами и меняется количество рабочих сетов и вес отягощения но работаю в основном 45 основные движения одни и те же тренажеров практически нету это тяга подтягивания одна тяга вертикальная тяга гантели в наклоне и становаяся в конце вот так тренирую спину и тягу нижнего блока еще делаю ну видишь или джим открывали специалисты подбором оборудования занимались специалисты таким специалистам я даже не знаю куда таких людей можно приглашать в общем была эта ошибка короче ноутилус кайфовый на мой взгляд вообще кайфовый но еще сапинации делал и он прям вообще хорошо интересненько ну да 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 а вот еще а еще не знаю как добавляющий 20 отреагирует мой тренер но я начал делать упражнение стараться по крайней мере практически на 80 процентов без тяг знаешь я пробовал очень долго так делать и понял что это залупа за я еще не понял но хват на самом деле потихоньку потихоньку укрепляется но обязательно магнезия да потому что это получше потому что если просто штанги есть ну скользит все же такие они хромированные у меня с моими сухожилиями рваными я пробовал очень долго думал предплечье от этого вырастет вот сколько я лет тренировался без тяг по итогу понял что просто как бы проебывал нагрузку на мышцы да мог поднять бы более тяжелые веса нагрузку лимитировало то что я не мог этот вес удержать хват не окреп без тяг три три года занимался практически очень редких использовал без бинтов кистевых жал в плане жимов стабилизировалась вот намного стало мне в этом плане легче работать охват видео чего он дырка нет нет сухожилий рука человека вот тут сухожилий просто нет сухожилия сухожилия умудрились разрезаться обрасколотую кость вот мне не помогло в плане ну может быть что-то и подросло конечно может просто так сильно как руки экспериментатор хуев я сделал 20 а ты не сделал 20 я не говорил делать 20 ребят кстати говоря по поводу амилопектина появился на сайте можете заказывать а то столько вопросов меня постоянно было когда в stories или что-то выкладываю что на тренировке пьем амилопектин где его взять все есть на сайте пожалуйста покупали когда в москве с андрюхами был русской амилопектин будет не знаю вот такая очень популярная добавка в узких кругах скажем так то есть не популярная добавка но востребованная у профессионалов самая забавная что профессионалов именно востребован только наш амилопектин у других компаний он тоже есть и был в наличии все это время видел на сайтах но нахер никому не нужен потому что вместо амилопектина это дерьмо даже если там не обижайтесь он густеет почему-то у других компаний потому что амилопектин амилопектину рознь он видит разные молекулярные массы он идет разного происхождения у нас в оксе майс это сорт определенный восковая кукуруза называется или восковая не знаю правильно произносится то есть такой же амилопектин именно по спецификации я видел у майпротеин то же самое один вазин и по концентрации вот к примеру компания сан выпускала амилопектин он был картофельный и мало того он был 70 процентный давай давай по не работай он был 70 процентный и вот он тоже загустел по сути на крахмал но забыл название правильно степени на 2 4 6 8 амилопектин восьмой степени он легче всего усваивается от него нет набухания то есть он реально весь день в водичке оседает встряхнул он жидкий у других действительно это все превращается в кисельдер а просто жиле жиле да такое все то есть вы переворачиваете его грубо говоря можно сразу как только разводить сразу его нужно выпивать но в течение тренировки вот так не представьте на что потом упрощается у вас в жкт все он как бы да то есть твердеет так не должно быть возможности романова а до вчера смотрел а это где с ними начались это еще давно отложили сибири она знаешь что вышла у этого я смотрю что вы там да друзья мои приезжайте на себе пауэр шоу запрет рома хрюллин вот можно будет сфоткаться на стенде на стенде компания все хейтеры приезжайте скажите все что вы думаете вот поставим на колени обоссым вас но вы не приедете потому что вы кто поклонники наши не придете фоткаться ни слова плохого не скажете не нормальных ребят очень много мне в том году чтобы вы понимали на стенд мужчина один из подписчиков принес вот такую вот рыбу холодного копчения последний день я приехал привез в офис пацанов подвал всех на работе вы ребят где-то там гостиниц говорю пиво налив нашей компании вот мы ее раздербанили там так что прикольно приносите я чувствовал себя как этот якубович рыба и потому что мед принес банку там еще что-то и кстати говоря очень важно для спортсменов на стенде генетик клуб будет баночка с цитрулей на аргинина для пампа когда вот поэтому если в руках что-то стаканчиком своим с мешочком отсыпет вам да 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 чтобы по пампец потому что такой будет магний b6 цитрулин аргинин притренировочный комплексную ангетик тоже пампище все это мы подготовим для вас мальчики девочки даже те кто не определились все приходите день спорта праздник спорта будем в этот день терпимыми но не очень нормально все хорошо что все хорошо делаю подход ты молодец будет делал хорошо у нас обычно 55 я делаю 5 он 4 и говорится наше упражнение было 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 родной нам балмаз нас есть что-то милу готовится вроде как сможешь сазонов защитить свой титул в этом году ну хоть они оба очень габаритные я не знаю там сазонного форма пусть и мне кажется что плане так скажем эстетики данилов поэстетичнее поэстетичные по форме покреплением да вот потому что но зато миша плане качества как бы но он знает что делать да конкретно знает вот такая вот это будет да и другие вот это был фамилию мартинкин однозначно прям кусочек почему они будут это гала на галашо вот это вся опять каша малая спортсменов будет все они встретятся мартинкин мне кажется ну он будет собираться в про грубо говоря дебютировать на следующий день ему его задача основная это абсолютки попасть в топ-5 но да в топ-5 попасть грубо говоря и как по мне его ошибка будет если он первый пытаться выиграть до 100 сливаться до 100 то есть он может выйти 104 105 килограммов очень наполненный жесткий а если он будет сливаться мне кажется но он в этом больше проиграет ну относительно следующего дня дело 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 когда в профессионал вот да артуре к но фамилия дня сложновато и так и хорошо вот видел его фотографии тоже очень интересен по форме очень прибавил тоже такой вот не медийный фанатичный спортсмен узкая понимаю однозначно клёвый спорт и интересный но это нужно знать как спорт мы же вот в этом форте олимпийские игры там какие-то ребята на этих санкой скатываются мы не по жизни какие они просто спортсмены вот дальше уехал молодец флаг страны защитил тоже касается культуристов не те кого мы перечислили но в основном за ними следить смотреть разговаривать узнавать что там как по жизнь самая пустая трата времени есть он сказал что расскажет про мой курс но не рассказал и было к тебе претензии почему я же тебе писал ты мне написал вам вещать серьезно не ром не могу сообщение открыть но он такой хороший платники у меня я ему сказал что пора уже заканчивать бухать ему не мне мне у меня стресс мне можно а я душевно за него переживали тоже подвод и пора уже выбрать бы турнирчик на самом деле ну то что я там рассказываю что я бухаю и так далее но это все такого для словца просто для красного на самом деле бухая но это все условно ну типа вечерочка мы сели можем выпить под ролл и бутылочку пиво безалкогольного пусть врет я отмазался такой же здоровый смотрите я да да я вообще как начну напрягаться как глаза выпучу блять вообще глаза тут причем и померки земля взвесился сто четырнадцать с половиной вот в раздевалке не столько не вешу я в одежде до девяносто семь мне кажется 98 на 10 в конце у меня знаешь как у меня в этом угадайку сыграем сколько я вешу банку быца обещает так да как не проверить я взвешно пишет комментарий не определить победил а мы не будем показывать следующем выпуске отрывочек это покажем и все чё касаемо курса там все на самом деле очень все просто ничего такого там тестостерон и нантат в размере 500 500 миллиграмм 300 миллиграмм у меня 3 баллона нантата 20 миллиграмм метана 20 миллиграмм аксандролона и 400 миллиграмм прямо вопрос по курсу снят мы ответили мы надо решил выбрать я не я а он с точки зрения наверно там видоизменена какая-то молекула и вот у нас здесь есть энциклопедия спорт спорт русал этот вопрос можно задать ему почему не турином я сказал что у меня из орала как сандролон и метан да он спрашивает почему не туринобол а почему это ну давайте так для начала туринобол это равно метан и плюс атом хлора на бензольном кольце который был добавлен для снижения задержки жидкости ввиду того что роман отечестью не страдает был выбран препарат метандросиналон ввиду того что он может дать большую прибавку общей массы тела что я хотел увидеть у ромы кстати по движению очень хорошо ножки он держит параллельно умудряется стоять практически хорошая стойка пока по обуви обувь дерьмо но рома сказал просто дома другое не было в общем он в целом как бы усвоил то что у меня тренировочная обувь мне даже юля сказал такой взял любимые кеды руслан как у меня все тренировочные обувь моем зале ладно начали вот это вот этого я делал 105 а а сам большая это какая вот это 100 120 120 ну 60 килограмм ну что 52 с половиной ладно в очередях я приклеили походу негодяи съемки приклеили сейчас не было подожди заново типа черно-белая потом сделаешь так куда бы тут упереться это руки тяжелее тут еще цепочка лямок нет потому что я рукопашник что-то он так усирался как будто тяжело бы ну потому что я поднимал быть выше колена хотя бы в отличие от некоторых ой тухлые эти отмазки у меня может отмазки тухлая у тебя тяга тухлая этому в комментариях посмотрим ребята банку быца получает тот самый гадкий комментарий романа этот комментарий наберет больше всех лайков батл завтра снимаем ролик у меня на канале и запускаем батл вот так кто хочет баночку быца все что вы думаете про этого талантливого молодого человека что хорошо нормально такая уж и она тяжелая как может показаться когда он тянет и бать память три секунды как и золотой рыбки машина золотая и память как и золотой рыбки еще золото на себя это у него это у него что от метана такая ярость да стероидная ярость стероидная зависть я говорит гантель по крайней мере поднимаю выше колена так он его и не опускает блять ниже колена кто его гантел у него тестостерон по ходу рабочий наконец-то доливать начали коленка заработала думаешь ебаться сможешь знаешь как бегаю я и думаю что видимо хорошо и лех ты нахуя снимаешь слушай прикольная тем вообще мне нравится охуяне снимаю красиво тоже киноэффекте давай А ну-ка, подними голову наверх, такой смешной, как хряк такой, да? Хрю-хрю, блядь. Шарпей меня же надо называть. Вот как Федорову, это круто, блядь, я помню его плакаты, когда я был маленьким, а потом я помню, когда я вел семинар в школе Паши Ершова фитнеса, тук-тук в дверь звучит, я голову поворачиваю, и с тетрадью и ручкой заходят Александр Федоров, а я так стою перед аудиторией, и в ахуе, это Александр Федоров пришел меня слушать, так вот я рассказываю, а он записывает, и я такой пытался не подавать вида. Ну это к тому, что люди в комментариях всегда привыкли сталкиваться лбами, а вот это, а вот это, тут же совсем по-другому, мы же для вас информацию предоставляем, мы снимаем контент для вас. Клево. Чего? Давай не будем сюда его приплетать. Давай-давай-давай, смайвать сюда. Я знаю какую-то парень из глубинки сильный. Да-да-да-да. Что? Да-да-да. Мы сделали прямой эфир, первый когда, и там был вопрос постоянно про Смаева, про Смаева, про Смаева. А ты, наверное, как и я, кроме того, что парень из глубинки, ни хрена не знаешь, да? Типа, да. Ну, я смотрел про него выпуски на G.O.B. Channel. Просто в таких случаях у меня возникает вопрос, и что? Это клево, у человека есть рожденные данные, сумасшедшие, и это здорово. И что он с ними сделал? Я не знаю просто. Пока ничего. Может, что-то сделал, да. А во-вторых, ведь самое забавное, и мне про него писали много раз. Типа, возьмите, помогите, раскрутите. Да-да-да, вот это писал. А смотрите, он же человек. Он, блядь, не монетка, которую этот стол поставил, щелкнул, она крутится. Вот возьмите, раскрутите человек, которому это, возможно, не нужно. Смысл? Вот, блядь, я вам скажу, вот вы, вот Рома. Мы когда познакомились с ним, я, оказывается, до этого видел его фотки и не знал, что Рома Халиуллин. Он показывал этот пост в его инстаграме, где написал, реально там, ну, крутой спортсмен был, крутой бодибилдинг. И все. Потом он попал в команду генетика по согласованию с моим менеджером, и я вообще не знал. Потом он даже сам ко мне не обратился, через менеджера спросил, можно ли со мной готовиться. А потом мы познакомились, подружились, и, блядь, человек вырос до того уровня, что этот, как бы, долбоебушка покупает АМГ, КЛЕ, В8, там, блядь, понимаете, на выхлопе все дела. Сделал комплимент и обосрал вот в одном предложении, это, блядь, талант. Понимаете? Он до этого дошел, да, рос исключительно на бодибилдинге. В том, в чем хотите добиться многие, вот это именно вы. Ведь у меня, видите, я же не как спортсмен, в основном. Блин, спортсмен тоже, да, и там титулы есть. Но все-таки, наверное, во мне больше бизнесмена. А может пополам. Даже сам не знаю. Вы напишите, что вообще думаете по этому поводу. Мне сложно определиться. Я об одном думаю, вроде подходит, и во втором вроде подходит. Но Ромка сделает это быстро. Я занимаюсь бизнесом лет, там, получается, с 14. И качаюсь также. Вот. А Ромка из торта переехал, прыг, 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 прыг. И когда-то сам банку бы хотел бы выиграть. Теперь разыгрывает ее. Ну, так-то. Бабки кому-то там переводят. Ну, как бы, блядь. Ну, вот он результат. У Руслана? Ему это было надо самому. У нас были в команде топовые спортсмены и другие. И, блядь, его не нужно пинать, он делает. А тех, даже если палками пиздить будешь, они, блядь, неспособны были ни на что. Хотя качаются хорошо и жрут как кони. Вот мы об этом, кстати, разговаривали, когда на тренировке-то, что была задача приехать на фотосессию на оплачиваемую. Ну, то есть это контент и для спортсменов, и для всех. И из всех спортсменов приехало три человека. В том числе и твой менеджер, Саша Соколов, который все это организовал. Вот и все. А у Руслана, у него такой, скажем так, склад ума. Вот. Что больше про бизнес. Он даже с точки зрения медийной составляющей спортсмена, что ты должен медийно развиваться, чтобы зарабатывать. Нет, ты не должен. Ты не должен. Но если ты хочешь что-то иметь, иди и возьми. В руки тебе никто не положит. То есть у него такое сразу. Он пытается все сразу монетизировать. Если ты медийно развитый, ты должен это монетизировать. Либо нахуя быть вообще медийно развитым и не иметь ничего. Это вот как раз-таки к слову, наверное, вот оба Андрея и Смайя, потому что у него там уже сто или сколько тысяч подписчиков на ютубе. Но типа монетизировать вот этот момент он ну никак не может. Андрюха, привет. Мало ли скинут ролик. Меня зовут Руслан Халецкий. Вот. Я тоже качаюсь. Протеины продаю, витамины всякие. Вот. Если тебе интересно пообщаться и подумать, как, если тебе это нужно, превратить твою востребованность, популярность, твои таланты врожденные во что-то, ну, такое, материальное, может, не для себя, может, для своих близких. Ты можешь мне написать. Вот. Ромка Халиуллин. Это мой друг. Вот. А он, если что, приглашает тебя и сняться с ним еще вместе на его канале. Вот. Он сам хотел предложить, просто не успел. Потому что надо мной больше ржет. Потому что, ну, типа, мы об этом разговаривали. Я говорил совсем другие вещи. В общем, и вообще, ребята, поверьте, вы очень много пишете. Многие знают, что я вам отвечаю. Отвечаю лично. Главное, не оскорбляйте меня вопросами уровня, будто бы я Яндекс. Типа, сколько граммов белка в яйце. Эти данные можно найти. Про рома быца, кстати, я помню, ребят. У нас, наоборот, были на работе некие нюансы. Вот. Сейчас они потихонечку решаются. А рома быца? Вкус. А, не быца, а я. Я. Комплексная аминокислот. Кстати, сейчас вот уже две рецептуры мы выбираем. Которые. Которые. Слушай. Если бы Рома в этом разбирался, я бы ему предложил выбрать. Но он, кроме того, что давай, давай. Я думаю, там. Да ты мне, ну, как-то просветишь, что сделалось. Время-то есть на это. Все. Пожалуйста. Посмотреть. А давайте, Рома, напряжем, сделать научную работу в essential amino acids. Если что означает EAA, это essential amino acids. Смотри, ну, типа, в чем сложность создать такой продукт? А в основном, ввиду того, что разнообразные аминкслоты обладают удивительно отвратительным вкусом, довольно-таки сложна рецептура и вкусоароматика, чтобы это было не только полезно и эффективно, но еще и вкусно. Да? Ведь почему бы Саопрона столько вкусными? Потому что часть глютамин, он дает приятный вкус. Далее, лимонка, лимонная кислота, она в любом продукте скрывает горечь, плюс хорошо подобрана вкусоароматика, да, и они более приятны на вкус. Когда мы берем просто BCAA вкусовые, они все равно чуть-чуть более горькие. Горькие, не чуть-чуть, а горькие. Даже при том, что ты будешь одинаковое количество BCAA использовать, BCAA, в которых есть еще столько же грамм глютамина, на вкус все равно нежнее. Потому что глютамин, он вот сглаживает, вкус сам по себе. А говорят, что типа для чего добавляют глютамин? Для того, чтобы якобы удешевить продукт или что-то такое? Я слышал какое-то мнение. Это было примерно 15 лет назад. Как можно добавить еще аминокислоту к 3, да, чтобы удешевить продукт? Нет, этим берем раньше. 10 грамм BCAA чистых стоили дороже, чем 5 грамм BCAA плюс 5 грамм глютамина. Это было примерно 15 лет назад. В данный момент цена на глютамин периодически даже выше, потому что его востребованность в рынке стала выше, чем у BCAA. Тренд на BCAA прошел и популярный сейчас Essential Amina Essence. К примеру, 4 года назад произошло сильное изменение в цене сукралозы. Это сахарозаменитель, и он постоянно был очень дорогой. Диапазон цены колебал около 110 долларов за килограмм. В сравнении Аспартам стоило около 11 долларов за килограмм. Но потом в одном из регионов построили новый завод, сверх мощный по производству сукралозы. И цена за два месяца со 110 долларов упала за 45. Часто там отскочила, фиксировалась. В крайний раз, когда я смотрел, было около 60 долларов. Но это в два раза. В два раза ниже, да? Сывороточный протеин подорожал в течение двух лет в три раза практически. То есть, когда-то у нас себестоимость килограмма была около 7 евро за килограмм. Сейчас 16,5 евро за килограмм. Поэтому, если вы видите там сыворотку на каком-нибудь маркетплейсе или в магазине, там, диапазоне 1100 рублей за кило, 80-процентный WPC, то вас 100 процентов прямо не то, что наебывают, вас отебывают в ваш черный глазик. 100 процентов 40. Вы бы это пьете. 40-50. Крайний раз это... В общем, чтобы себя на всякий случай обезопасить, если вы видите какой-то с юга России регион, производитель, там есть пара предприятий, я бы рекомендовал вот их не рассматривать. Лучше куда-нибудь в нашу сторону. Не говорю, не это наш завод, есть и другие предприятия в нашем регионе, довольно-таки, там, и с условно значимыми именами, тут все постабильнее по качеству. А я даже бренды знаю, мне даже анализы показывали, где... Сколько там процентов? Сорт. 23 процента. 23, это можно хуесосить схода. Три буквы. Синяя упаковка. РПС? Да? Я этого не говорил. Сейчас или раньше? Раньше точно. Сдавали. Когда Еремин был хозяином. Я не знаю. Сдавали. До продажи. Осенью, да, сдавал? Осенью? Осенью, наверное, сдавал. Ну там пиздец полный. Там, ну да. Я помню. Нет, я знаю, что там было все очень плохо, когда еще был прежний владелец, потом он РПС продал. 23 процента, блядь, сыворотки. Это пиздец. Да. А остальное что? Остальное сухое молоко типа добавили? Нет, это просто сухое молоко. А, просто сухое. 23 процента сыворотки сухой молоко. Есть деминерализированная сыворотка. Есть сом, сухое обезжиренное молоко. И есть, вот, тону примерно, да. Если хочешь, я могу глянуть потом спецификации тебе показать. Хоть приезжай, я тебе все покажу. Посидишь, по ребятам влог поснимаешь. На ютубчике влог поснимать, да? Да. Да, ты можешь приехать, я тебе могу технологию дать. Он тебе покажет, какие там есть белки. Рич Пиан, и у него был вот этот вот Риал Фуд. Это сладкий ботат, он его... Ну давай так, в России ботат не растет. Ну понятно, что его закупали. Можно картофан взять. Отличие картофана от ботата ни в чем. Чтобы сделать картофан сладким, нужно что? Его заморозить. После этого, когда ты его разморозишь, ввиду изменения структуры сахаров, он станет сладким. Перемороженный картофель станет сладким на вкус. Да, да, да. Чтобы сделать правильнее всего картофель, его нужно приготовить, охладить, заново нагреть, охладить. После этого станет наиболее удовлетворимый вид крахмалов для человека. Удовлетворимый? Типа для усвоения лучше всего. Да, да, так будет лучше. Нагреть, охладить до комнаты температуры, опять нагреть. Ну, типа, приготовить его тупо, охладить и потом по микроволновке, грубо говоря, разогреть. Я смог поставить гантельку обратно, чтобы не было важно. Ой, лямочки, сейчас мы уберем. Все катается нормально. Я же говорил, они плохо катаются, они квадратные. А, можно было двумя руками, я об этом не подумал. Показываем, какие мы бицепсы накачали со спиной. Давай, давай. Бицепсы, аж не помещаемся. Ебаных насрал. Что, блин, за говняха идет сюда? У нас была экскурсия на заводе, ребята. Приезжало 40 бизнесменов. Написал еще один бизнес-клуб, хотят ко мне на экскурсию. Ну, я устал. 5 часов травить, обалденные истории, тяжело. Люди менялись, группы. Было 4 группы на предприятии. Ну, больше некомфортно ходить там по зданию. Вот, ну, прикольно, на самом деле. Вот. Интересное, интересное. Окружение все равно как-то влияет на людей. Это полезно. В институт у нас будет буткэм в институте Сбербанка. Трехдневный интенсив обучения по 10 часов в день. Менеджмент, управление, HR и что-то еще. Вот тоже поеду. Спикер. А? Спикер? Не-не, я там на учебу сам поеду. Так интересно, да, вот от ребят, которые, ну, миллионеры. Слушаешь постоянно, что они ездят на какие-то обучения, на какие-то там семинары. Ну, потому что действительно, как бы, время не стоит на месте, да, технологии не стоят на месте. И постоянно кто-то чему-то учит, какие-то фишечки, какие-то лавхаки там для себя. Не базовые какие-то основы, а вообще. А человек, который нихуя ничего не имеет, он считает, что он, блядь, все знает. Сегодня еще выпил водный экстракт гриба Рейша. Вот. Вы собираетесь? Нет, у меня краски знакомые. У них свое производство. Грибов? А, нет. Экстрактов. Водная основа у них, короче, суть предпроизводства. Есть, знаете, экстракты спиртовые, да, есть сиропы на сахаре. Там можно заваривать травки, да, в кипятке. У них же стоит, я забыл, как они назвали эту штуковину, короче, два направленных луча воды под очень высоким давлением. Давление такое высокое, что тонкий лист железа режет водой. Туда опускается, измельченная трава, порошок, грибы, вещество. И вода, соответственно, бьет в вещество, и тем самым вызывает из него полезные элементы. И это они уже разливают. Ну, там, шесть продуктов разных есть, там, есть антипаразитарный сбор, типа тройчатка. Вот мне, Гриб Рейша, привезли, говорят, для выносливости полезно. Две бутылочки выпил? Не знаю. Может быть, как-то это работает. Вот. А ко мне пришли они, у них не очень популярно востребована их продукция в жидкой форме. Хотя многие продукты аналогичные в капсулах продаются. Они хотят у меня их бренд закапсулировать, как собственную торговую марку. И чтобы уже на маркетплейсах продавать склейку двух товаров, жидкую форму и капсулированную, чтобы через капсулу и поисковик их помогал находить, и они могли уже более дорогую форму с ее, там, какими-то возможными торговыми преимуществами показать клиенту. Потому что особенность вообще маркетплейса, там тяжело зайти с новым товаром, потому что эти новые товары никто не ищет, его никто не увидит. Это же огромная площадка. То есть там, с чем у нас клиенты заходят? Рыбий жир. Рыбий жир ищут все, продается вагонами, тоннами, просто пароходами. И тут главное прокачать карточку. А если у тебя товар даже обалденный, но новый, ты его никому не продашь, потому что его никто не видит. Нужно уже извне направлять трафик, его рекламировать. Это на другом канале, я когда-нибудь запущу бизнес-канал. Два ролика таких себе, таких себе, но я уже снял сам. Один Леха чуть-чуть экскурсию снял. Поэтому в теории, в теории бизнес-канал будет. Вы, ребята, тут напишите вообще про что вам интересно. Какие-то прям базовые вещи на уровне института, типа что такое маржинальность. Или больше такого лайва, типа тут бабок взяли, сюда положили, тут стало больше. Хотя одну тему с землей намутили. В итоге получилось. Прям вот тупо иксанули на земле. Тоже красивая история. Ее можно будет рассказать. Нет, а мне удобненько прям. Да, хорошо прям. Типа. 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 Да брендов-то спортпита не осталось, по-честному. Да, да. И брендов-то не было, кроме генетики. Ну типа PrimeCraft, который сейчас более-менее… PrimeCraft закрылся и продается. А, да уже, все? Компания PrimeCraft закрыта, все сотрудники уволены, вся команда, всю команду разогнали. У них СМ было? У них часть продукции были STM-ные, что-то они у нас фиксовали, что-то сами, батончики сами они делали. Muscle Design Lab – самое красивое и вкусное дизайнерское спортивное питание в России. Он существует еще? Я вот у тебя хотел спросить. Не, я не знаю. Блин, я не помню. Вот был King Protein, к примеру, да, всегда был полным дерьмом, там как бессовестно был хозяин, и… ну его сейчас нету. Короче, RPS тоже, по-моему, уже не продается. Короче, по сути остались системные бренды, причем не спортпит. Отечественные. Ко мне приходят люди, да, на производство, они не хотят делать притрен или… Бады. Да, они хотят делать крузинку-10, витаминно-минеральный комплекс, рыбий жир, средства для суставов, коллаген очень востребован, коллагена много продается. Люди не приходят в рынок фитнеса. Да, это никому не нужно. Это днище, потому что с точки зрения бизнеса. Ну, если делать хорошо, по-честному, это мало денег приносит. Во-первых, если делать хорошо, это не будет дешево. Во-вторых, тот объем, который будет приходить тебе приносить желаемый доход, если возьмем протеин, это нужен объем пиздец какой. Вот так, протеин… Человек, который приходит соло, имеет полтора миллиона рублей и говорит, я хочу свой стэм, свой бренд сделать. Нет, на полтора миллиона запустишь 3-4 позиции максимум. Я про это тебе и говорю. Причем протеин ты не запустишь. Тем более. Протеин не получится. А это самый маломаржинальный продукт. Он вообще практически деньги не принес. Вот так. Он для имиджа компании, да? Если говорить честно, то он деньги не принес практически никакие. У него есть только один плюс. Если бренд известный и протеин востребованный, это качает оборотку. Маркетинг. С большой обороткой… Причем оборотка и маркетинг. Это отдельно. Подожди, оборотка. Оборотка тебе потом позволяет прийти в банк, сказать, ребята, смотрите, я обернул за год ярд. Они такие, бля. А сколько с этого заработал? Это подожди. Это не правильно. Это спрашивают потом. Сначала тебя спрашивают оборотку. Я такой ярд. И все-таки, бля, ярд. Ну ярд же цифра. Ярд это много. Ну да. Вот. И такие, нормальный чувак. Да. Важнее, конечно же, прибыль важнее оборотки. Лучше оборачивать 100 миллионов и зарабатывать 90, чем оборачивать ярд и зарабатывать 50. Это как стройка. Понимаете, в стройке можно оборачивать несколько ярдов. А на выходе иметь как бы, бля, три уголовных дела, и тебя кинули подрядчики. Да. Ну оборотка. Оборотка пизда вообще. Да. 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 А я сейчас съем две таблетки аксандролона и таблетку оксиметанола. То есть кому-то прям это интересно. Я обычно блютуру не ем, но вот сейчас решил добавить пободрее. Ну пусть общая дозировочка выросла немножко. Немножко, ни хера себе. 50 миллиграмм. Ну да. В неделю это 350. Да. 350 таблами. Еще по 20. То есть еще 140. Оксаны. Да. Но Оксана чем интересный препарат, друзья мои? Она же не алкалирована по 7-на от альфа. Он из-за этого женским, да, типа считает? Нет. Он считает женским, потому что он как бы легкий сам по себе. Он не алкалирован, только на печенку не оказывал действие. Но по этой причине Оксану лучше под язык кидать. Рассасывать. Да. В отличие от других. Вернее рассасывать, а именно кидать, не сосать. Чтоб со слойной она не шла. Чтоб она именно через вену. Поднимите язык у зеркала, видите там синяя хуйня, это вена. Через нее всасывается вещество. Втирается там, блядь, как сентролон под языком, под уздечку, блядь. Суп-лингвальный прием называется. Блядь, вот я просто прекрасно помню, какой-то был давние еще времена, с Ванькой Водяновым мы ехали в Подмосковье куда-то далеко. На семинар. Едем, едем. Он такой, бля, Руслан, у тебя руки пиздец здоровые. Я говорю, Вань, спасибо, я в курсе. Блядь, чё ты в них хуярил? Я говорю, да стероиды место ставил. Он такой, блядь, а чё говорят, что ты типа, всем говоришь, что не колол. Я говорю, слушай, а никто не спрашивает. Люди что-то пишут, говорю. Я говорю, если я колол стероиды, я же не могу сказать, что я колол туда синтол. Разница-то между этим есть. То, что лучше бы колол синтол, блядь, чем ту фарму хуёвую, это, говорю, факт. Он такой, блядь, в позах нормально выглядит. Он говорит, а так какие-то там в некоторых моментах. Ну, это и был год, наверное, семнадцатый. Сейчас намного уже всё-таки визуально получше. Фу, стало. И я, конечно, стараюсь качать дельты. Очень сильно активно качать дельты, чтобы они компенсировали руки. Сейчас встают, блядь. Не, они не точно встают, но просто руки прям большие. Поэтому, а когда дельты, побольше. А ты не боишься, что типа съедать грудь будет? Слушай, ну я и грудь качать стараюсь. Не, ну понятно, что ты её стараешься качать. Но у тебя плечи доминируют с руками всё равно. Слушай, ну грудь, она, во-первых, после отрыва всё-таки откатила. Но сейчас, в принципе, по груди, мне кажется, меньше вопросов, чем было после отрыва. Блядь, после травмы всегда больше вопросов. Ну и плюс, конечно, ведь из-за того, что травмирована была грудь, и плечи меньше нагрузка, ну, как бы они слишком сильно связаны. То есть и там, получается, плечи откатили на фоне откатившей после разрыва груди и дельты. Конечно, руки вообще просто вот. А сейчас? Ну я смотрю все крайние турниры или своё позирование, как бы, либо я привык, либо мне всё нравится. Я даже не знаю. Но видите, ни один хороший судья, который там есть, у меня есть знакомый. Ну, блядь, ни у кого вопросов нету. Ну, когда именно... Ни у судей на чемпионате мира вопросов как-то не возникло. Ну да. Хотя не скажу, там иранцы были красавцы по сравнению со мной. Нет, там были еще очень сильные ребятки. Прям сильно-сильные. Мне даже иногда казалось, что просто их решили наказать, меня поставили первым. Потому что их было слишком много, знаешь? Кто-нибудь есть не из Ирана? Ну их всегда много. Даже в девятнадцатом году, который FBB последний был, там ебать их команда приехала. Вообще просто, блядь. Там их человек, ну я не знаю, ну, блядь, сто-сто, наверное, человек приехало. В мужской чемпионат мира только мужики выступали. Ни юниоры, никто вообще. Только мужские категории. И они привезли команду, там, около ста человек, блядь. Их пиздец был. Когда тяжеловесы вышли, там, сто плюс килограмм, а они вот так вот на сцену просто не уместились все, блядь. Иранцы. Это вы, это иранцы вышли. Да, 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 да. Надо было отдельно проводить чемпионат Ирана. Да, 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 да. А они после чемпионата Ирана и приехали туда. В виде отборочного тура на чемпионат мира для Ирана, знаешь? Слушайте, ребята, кстати, кто готовится на международные, опять, по-моему, в Киргизии будут турниры. Так что, кому хочется за границу с иностранцами, хорошая погода, вкусная еда, гостеприимный. Президент Федерации Киргизии весьма. Прямо старается на должном уровне проводить. Причем человек не бичара, как там некоторые, вот, может себе позволить сделать хорошо. Поэтому в Киргизию добро пожаловать. Пишите им, спрашивайте календарь. Готовьтесь к соревнованиям. Так, смертное. Как ты Санечка, так самочувствие. а так прям реально я думаю что я по аудюху поеду чипану как будет время сейчас времени программа шьет и все адаптирует шьют адаптируете все в этом прибавка на дизеле вообще 100 сил 80 у меня и предыдущий кубик не лучший моторах и оранжировера это 44 дизель у меня было в чипе он ехал он ехал все время морда кверху чтобы узнать куда ездить на блага спустить он выравнивался осматриваешься как на катере дальше очень кайфовый был вот поэтому пока покатаемся так ну почему на хаммер сзади нас м си хаммер ой лёха не падай камера дорогая пусть тобой камера дорогая лёха-то починиться лёха молодым пофиг а чем никто не сказал что у меня еще мазь на глазах сейчас вытер глаз титрациклиновая ты видел у него на глазах слушайте глаза воспалились тут несколько дней назад страшно аж сгорели изнутри какой-то вирус по ходу делать спанул или бактерия не знаю короче я сразу всем и капал и мазал на всякий случай да и заговаривал а на ночь нормально получается вся ночь с антибиотиком общего спектра вот тогда ты хочешь я думал что такое понятное а Мы, кстати, ребят, приходите Было видно, я не знаю, не видно Чуть-чуть по паузу нажми Будет турнир 17 марта Шторм на Неве Ребята из НВПА Это, помните, в том году турнир С призовыми, с косплеем Который был в Питере по бодибилдингу И с боями Эти же организаторы делают турнир по боям Я вас всех приглашаю Кстати, Ром, который приглашен Как специальный гость В отдельную вип-ложу Тобой Нас просили, нет, не на бой приглашен Да посмотреть Нет, я говорю, приглашен тобой Приглашен организаторами Они приезжали ко мне на производство Познакомились поближе Вот, насколько я понял Турниров по бодибилдингу не будет Почему, расскажу попозже Может, отдельным роликом Вот, а 18 марта Петербург, Шторм на Неве Подробности наверняка есть в интернете Еще попозже наверняка будут у меня в инстаграме А вы, наверное, подписаны Если нет, ссылка есть внизу Приходите Прям прикиньте Вот, всю тренировку и веса вроде работали нормально И все было хорошо Взялся обратным хватом Вот так сейчас Просто потянул Еще не сорвал даже вес И как заболело сухожилие длинное Вот это вот у меня Тендит бицепса Прямо ай-яй-яйки сразу Я не буду Я пойду туда А на самом-то деле Вот, ну, силы еще есть Видимо, и бета-аланин хорошо отрабатывает Остальные добавочки А в плану микогена Я уже мышцы хорошо выжил То есть я еще бодрый Но уже слабый А иногда бывает наоборот Что-то еще можешь А эмоционально уже То есть выступал один На Слете селлеров Спикер Хороший оборот Занимается продажей одежды Оборот Там в диапазоне одного ерда Не скажу, какая там у него Чистая прибыль по бизнесу Это Короче У него спросили Что, давайте Вот как Ваш основной постулат Чтобы больше зарабатывать Или как начать зарабатывать Вот что сделали вы Чтобы начать зарабатывать Вот был вопрос Что вы сделали Чтобы начать зарабатывать Он такой, блядь Ну я типа Я, говорит Записался на бизнес-тренинг К одному человеку Отдал полтора мульта Говорит Все, что я оттуда вынес Это был пиздец Это полтора мульта Мне сказали эту вещь Я поделюсь с вами бесплатно Больше трать Блядь, говорит Слушайте Полтора миллиона Я отдал за то, что мне сказали Чувак, расслабься Трать больше денег Если ты потратишь много денег У тебя кончатся деньги Тебе нужны будут еще деньги Я так это сделал Не уверен, что именно это помогло, говорит Но да, я начал зарабатывать У меня сейчас все лучше, чем на тот момент И он как раз задал вопрос Человеку, который В ответ Ответный вопрос Задающему из зала Сколько, говорит Тратишь на себя в месяц Он говорит Ну примерно 30 тысяч рублей Говорит Это все расходы на себя И на семью Одежда, вещи Там Отдых, еда На всю семью Он говорит Ну, блядь Конечно, с такими расходами Ты не будешь зарабатывать Надо потратить, говорит Миллион за этот месяц И ты точно заработаешь Следующим больше Все нравится Ну прикольно катались Ну, блядь Надо это уже Давай, Ромка Выбирай турнир Где-нибудь азиатский Сгоняем Позагораем Мангошейки Попьем потом Я уже думаю Может вы как-нибудь Скооперируете Сделаете какой-нибудь Здесь турнир В Питере Ну, типа вот НВПА И генетик Ну, НВПА Он же АИВБишный Ну, судя по всему Уже не АИВБишный Да Слушай, видишь Я, блядь, так не люблю Все эти генеративные штуковины Ну, сделать просто турнир И все И пусть кто хочет И выступает Все равно запретят И дергать спортсменов Бедных Ведь, понимаешь Блядь Нормально сделать Сами ничего не способны За, блядь, миллиард леп И, ну, типа Это же не только мнение Руслана Вы посмотрите, типа Ролик И Александр Федоров Об этом же говорит, да? Да Он, типа, ну, так же Ничего, говорит, не развивает Понимаешь? И со мной согласны многие Говорят многие такие же вещи А почему-то злой потом я Не злой Да, он прямо, ну Он подгорел у него, знаешь Надо позвать Сашу Сашу интервью-то даже Друзья, ребята Роман Халиулин Давайте сейчас все пойдем Еще к нему на канал Наставим ему лайков За то, что он делает За то, что он является Огромным примером Для молодых Средневозрастных И устаревших Бодибилдеров У них еще тоже Есть какой-то шанс А, ну, молодец И напишем ему, что Кончай бухать Давай уже Соберись Блядь Одномогий бандит Чисто на вискоребе Светлая Нефильтрованная Спасибо за ваше внимание Под ролик можно поставить Пальцы вверх Это максимально развлекательный Научно-познавательный От Руслана Контент по бизнесу Про бренд Про качалочку Немного Про все Про все Ну так Интересненько было Все Всем пока До новых встреч Rock'n'roll Rock'n'roll Да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому